МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. За 5 тысяч рублей купить у нее, у психиатра, справку. Вам-то справку отдали эту, которую она купила за 5 тысяч рублей. Пенсионерка полгода прятала дома труп своей сестры-близнеца и выдавала себя за покойную. Что толкнуло женщину на такой шаг? Психическая болезнь или нищета? Она мне хотела заткнуть рот за мое молчание. А свекор? А свекор ничего об этом не знал. Он только после узнал про эту квартиру. Дорогая иномарка в подарок. Что это? Приступ альтруизма? Аттракцион невиданной щедрости? Или плата шантажисту и вымогателю? Разберемся в суде. Зачем вы провоцируете ее? Я провоцирую? Да, потому что она может уйти и все такое. Почему я провоцирую? Я ее спрашиваю, почему, если вас муж бьет, почему вы с ним живете? Что значит, я провоцирую? Провинциалка вышла замуж за москвича, а тот оказался садистом. Будет ли женщина терпеть унижение ради сытой жизни? Узнаем в суде. Истец требует признать свою мать недееспособной. Ответчик иск не признает. Заявляет, что совершенно нормально. Пожалуйста, я вас слушаю. Ваша честь, я прошу признать мою мать Юлию Федоровну Седову недееспособной. Во-первых, у меня есть заключение врача психиатрической поликлиники. Районный психиатр признал ее недееспособной и выдал это заключение после очень аморального происшествия, которое случилось в моей семье. Моя мать проживала со своей сестрой, Седовой Светланой, в загородном доме. И вот 10 месяцев назад Светлана, сестра-близняшка моей мамы, скончалась. Но моя мать Юлия Федоровна об этом никому не сообщила. Она не сообщила ни родственникам, ни знакомым. Она просто взяла ее тело и отнесла в баню. И там она лежала 10 месяцев. Она переодевалась в ее одежду и выходила в люди. Она получала за нее пенсию. И так продолжалось достаточно долго. Когда моя двоюродная сестра, Наташка, дочь тети Светы, звонила по телефону своей маме, Светлане, так моя мать отвечала вместо нее и разговаривала с ней, как ни в чем не бывало. Да и меня она обманывала, сколько раз я приезжала в деревню, спрашивала, где тетя Света. Она говорит, ну, она ушла в магазин или она уехала в город. То есть я ее никогда не заставала на месте. И так продолжалось очень долго, пока правду не раскрыл случай. Сосед моей матери, дядя Степа, алкоголик. Решил попариться в бане, да? Нет. Да что вы, какая баня? Его это совершенно не интересовало. Он был алкоголиком. Его жена никогда не пускала домой, когда он в состоянии опьянения. Он там надирался так, что просто невозможно. Так ему надо было бы отоспаться, а бы где, так вот он залез к маме в баню. И уснул. И вы представляете, на следующее утро он проснулся и обнаружил тетю Свету. Ну, она там 10 месяцев проезжала. Это практически мумифицированный труп. Так он же алкоголик. Он позвонил в полицию, так ему никто и не поверил. У него же белая горячка постоянно. Так потом все-таки полиция приехала. Произвели судмедэкспертизу. Обнаружили, что тетя Света умерла своей смертью 10 месяцев назад. И вот этот случай, конечно, является основанием, после чего я побежала к психиатру, в психиатрическую больницу, потащила мою мать, потому что я боялась, что ее просто посадят по уголовке, потому что это уголовное преступление. Ну, а дело-то возбудили? Нет, дело не возбудили. Психиатр же подтвердил, что она недееспособна, что она не отдавала отчеты своих действий. Подождите, вопрос о дееспособности и недееспособности решается судом. На самом деле... Вы же пришли в суд признавать вашу маму недееспособной. Говоря на языке психиатрической поликлиники, она просто... Что она не отдавала отчет? Не отдавала отчета в своем действии. Это что? Кто дал это заключение? Врач просто? Это заключение врача-психиатра, психиатрии в районе больницы. Кто же его полномочил-то такие заключения давать? То есть он посмотрел на вашу маму, выслушал эту историю и сказал, ваша мама ненормальная. Ну вот написал, что состояние седовое и крайне нестабильное, психически нездоровое. Ну, и где там написано, что она невменяемая, недееспособная? Психически нестабильная, это 90% нас всех временами. Ну, нужна, наверное, дополнительная экспертиза психиатрическая. Вот, нужна дополнительная психиатрическая экспертиза. Правильно. Ну, я хотела подлечить мою маму, и поэтому прошу признать суд ее недееспособной. Ну, от чего подлечить-то вы ее хотите? Ну, вы знаете, эти поступки мог совершить только человек, который не отдает отчетов в своих действиях. И врач-психиатр это признал. Он признал, что она нуждается в стационарном лечении. Ладно, по кругу мы ходим, а психиатр считает, что это ненормально. Да. А что следственные органы-то считают? Следственные органы... Ну, вот следственные органы, они у нас ничего никогда не считают. То есть они даже дело не стали возбуждать? Нет, не стали возбуждать ничего. Они... Повезло вашей маме. Хорошо. Передайте, пожалуйста, документы через судебного пристава. Пожалуйста. Так. Заключение врача-психиатра. То есть посмотрел-посмотрел и написал. Крайне нестабильно. Психически нездорово. Какой диагноз? Понятно. Так, я вас слушаю. Больная на всю голову. Слушаю вас. Расскажите, пожалуйста, что произошло? Ну, как что произошло? Она мне считает, что я больная на всю голову. Я вам сейчас все это расскажу. Вот я слушаю вас внимательно. Мы с сестрой Светой, близняшки. И у нас две дочки. Вот у меня вот эта Надька, а у сестры Светки Наташка. Мы их вырастили. Помогали во всем им. Они выросли, уметелили в город. Так. Видите ли. А мы остались со Светкой вдвоем. Так как мы по 40 лет отработали на одном предприятии. Никаких у нас не было нареканий. Мы нормально себя вели. Никаких указаний не было нам. Короче говоря, это моя Надька в одно прекрасное время говорит. Я хочу продать... А, я вам еще расскажу про Светку свою. Мы со Светкой в огороде ковыряемся. Они же нам не хотят помогать. Мы просили у них, помогайте нам, девчонки, хоть по 5 тысяч высылайте. У нас пенсии крохотные. По 10 тысяч 22 рубля. Что это за пенсия в наше время? На лекарства надо? На питание надо? Хоть какие-то себе тряпки купить тоже надо? Мы, конечно, в огородом жили. И капусточка, и картошечка. Попросишь их прийти покопать огород, хотя бы картошку какую-то посадить. Не хотят, им некогда. Они, видите ли, приезжают к нам, шашлыки, башлыки, там повеселились, попрыгали, поскакали, сели и умчались. Даже гвоздя в стенку не забьют. Двери нам не отремонтируют. Забор надо было поремонтировать. Их нет. Ну а какое-то вообще отношение имеет? Ты Тетю Свету в бане держала 10 месяцев, а теперь расскажешь про шашлыки. Мы сейчас к этому факту тоже подберемся. Ты вообще помолчи. Ну, в общем, жили вы с сестрой. Мы жили с сестрой. Светка моя, конечно, скоропостижно скончалась. Вот просто я не ожидала даже, что она так быстро у меня умрет. И вы знаете, у меня такая ситуация сложилась. Раз у нас было две пенсии, то у меня будет одна. Ну, да. Вот. И я приняла такое решение, что мне надо как-то вот продлить это свое сосуществование. Потому что или две пенсии, или одна. Есть разница? Мы со Светкой ни в чем не нуждались, в общем-то. Как бы так. Чай мы, правда, не покупали. Мы листочки где-то собирали, где-то травка, где-то вот листики там, чай заваривали. Ну, да, это полезное здоровье. А что же вы ее в баню-то положили? Ну, похороним потихонечку. Вы знаете, я просто побоялась ее хоронить, если честно сказать. Думаю, если я ее этим позвоню и скажу... Нет, я не имею в виду, что прям похороны такие вот нормальные, но так прикопали бы где-нибудь. В огороде? Ну, не знаю, а в бане. Что с ней там стало-то? А в баню я ее отнесла, ну, и вот оставила. Это мой грех, конечно, мой грех. Я за нее получала пенсию. Еще и получала... Я 80 тысяч получила пенсии. Позвольте, ну, вы видите, ее нельзя оставлять одной. А я вместо нее ходила. Да, понятно, что вы ходили, получали пенсию. А как же так получилось, что против вас не возбудили никакое дело? А кто знал? Нет, ну, когда все вскрылось. Полиция приехала, обнаружили труп. Все это проверили, установили. И что вы пенсию... Вы же рассказали все это. Показания ждали, что пенсию получали. Я все рассказала. Так это моя дочка, она меня потащила к психиатру. Я вижу, да. Я боялась, что ее... Вы психиатру это все рассказали. А психиатр говорит, все нормально. За 5 тысяч рублей купить у нее, у психиатра, справку. Вам-то справку отдали эту, которую она купила за 5 тысяч рублей. Так, в материалах дела имеется заключение органа опеки попечительства, которые провели опрос соседей, исследовали тоже этот весь, значит, все эти обстоятельства. И они считают, что иск не подлежит удовлетворению, что ответчица является дееспособной. Нормальная. И ее поступок связан исключительно с тем, что она хотела получать эту пенсию. Ну, естественно, они оставляют вопрос о решении вопроса о дееспособности на компетенцию медицинских работников. Судом назначена судебная психиатрическая экспертиза. Так вот, согласно заключению, которое имеется в материалах дела, Седова Юлия Федоровна, психиатрическим расстройством не страдает, отдает отчет своим действиям и способна руководить ими. То есть истец. Ну, я считаю, что ее нельзя оставлять. Вы-то, конечно, считаете. Что это было поведение не совсем адекватное, а моральное поведение. Оно может повторяться. Понимаете, в чем дело? Каким образом оно может повториться? Ну, вот случится еще какая-то ситуация. Какая? Она придет в голову и там Степу оставит в бане. Ну, мало ли. Степа это кто? Ну, нашего соседа. Ну, мало ли. И пойдет за него пенсию получать. Да, ну, а кто ее знает, что она вообще может выкинуть. Выпьет бутылку водки, оденет эту. Раз она один раз в 10 месяцев держала труп в бане, то в дальнейшем может быть еще хуже. Ну, она труп-то в бане. Зачем? Зачем она держала-то его? Она же не просто так. Что она там с ней? Хороводу, что ли, водила? У нее была цель абсолютно корыстная. Получать пенсию. Это возможно. Совершенно разумный. Может быть, он неразумный с точки зрения морали, но совершенно как бы... Давайте мы еще проведем экспертизу. Я даже пришла. Установим на тот текущий момент ее состояние, когда Светка умерла и когда ей пришлось вот такое действие свершить. Эксперты все это исследовали, безусловно. Они же не настоящий момент. Ну, и психиатр же дал себе заключение. Дом хотите у меня отобрать? Вам квартира? Так, все стороны. Спасибо. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Она мне хотела заткнуть рот за мое молчание. А свекор? А свекор ничего об этом не знал. Он только после узнал про эту квартиру. Женщина зашла по просьбе подруги к ее квартиросъемщикам, чтобы забрать ключи. И стала обладателем новенькой дорогой машины. Подробности в суде. Зачем вы провоцируете ее, а? Я провоцирую? Да, потому что она может уйти и все такое. Почему бы она ушла? Я ее спрашиваю, почему, если вас муж бьет, почему вы с ним живете? Что значит, я провоцирую? В погоне за столичной жизнью девушка бросила жениха, а потом была вынуждена молить его о помощи. Но стоит ли прощать предательство? Это Наташку бы видела. Она чуть с ума не сошла, когда ты ей рассказала. Оглашается решение суда. Суд принял решение иск о признании недееспособной оставить без удовлетворения. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, ответчица, то есть Седова Юлия Федоровна, не страдает психическим расстройством, может целостно и полноадекватно осмысливать окружающую ее действительность, прогнозировать и критически оценивать последствия своих периодически значимых действий, может полностью понимать значение своих действий и руководить ими. При таких обстоятельствах, и учитывая вышеизложенное, суд считает, что заявление о признании Седовой недееспособной не подлежит удовлетворению. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Я так старалась для Юлии Федоровны, моей матери, я так боялась, что она всю жизнь, остаток своей жизни в ее возрасте проведет на зоне и сделала все возможное, чтобы ее спасти. Я просто подам на суд на дочку, чтобы она мне платила алименты, хотя бы по 5 тысяч рублей в месяц. А когда я помру, тогда пускай она и дом забирает. А пока я дом ей не отдам. Ничего не меняется. Любовь и ненависть. Думаешь, что я тебя прощу сразу? Сейчас! Во тебе! Верность и предательство. Так вы на любом не тратили деньги или нет? Тратил. Но у меня выхода не было, вы меня поймите правильно. Секс, власть и деньги. Ты что, вот дура, что ли, а? Речь идет о трех миллионах. Истории новые. Да у тебя одни только квартиры на уме, а у тебя не одни. Проблемы вечные. Мне что делать? Я где должен жить? Дела судебные. Каждый будний день. На нашем телеканале. Истец требует расторжения договора дарения машины в связи с существенным изменением обстоятельств. Ответчик с иском не согласна. Считает его необоснованным. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Ваша честь, я прошу у вас расторжение договора дарения в связи с тем, что обстоятельства в моей жизни очень сильно изменились. Речь идет об автомобиле, который я подарила своей невестке. Подарила. Подарила я его от чистого сердца, потому что терпелась от меня девчонка. И в какой-то момент я решила таким образом извиниться перед ней и показать свое доброе расположение. Сама мужа уговорила. Мол, сказала, я все равно мало вожу, водитель меня возит. Пусть она ездит сама не на метро на работу, а на машине, как все коллеги. Конечно, она им завидовала. Ей хоть какой-то хотел автомобиль. А вот я и решила препонести такой сюрприз. Когда сын привел невестку, я, конечно, очень расстроилась, но там не было вообще никакого разговора. Люблю, женюсь, родители мне не указ. Я-то хотела ему принцессу, а он привел девочку. Вот ты так всегда ко мне относилась. Вот всегда ты так ко мне относилась. Иногороднюю. Именно поэтому ты считаешь, что я хочу обобрать тебя. Вот так мы и общались. Прошу прощения. Так вот, ну, поскольку сын счастлив с нею и живет, ну, что же я могу сделать, я мать. Для меня это самое главное. Но в моей жизни произошло страшное. И муж меня предал. Он со мной развелся, выселилась с квартиры. Тебе вот не стыдно сейчас на это все говорится? И оставил меня без копейки и без работы. В данный момент я живу на даче у подруги. У меня нет средств к существованию. И я ищу работу. И как-то вот пытаюсь научиться жить по-новому в этом ужасном мире. Ваша честь, я вас прошу, пожалуйста, помогите мне расторгнуть этот договор. Потому что когда я верну машину, я в первую очередь ее продам. И потом хоть как-то с долгами расплачусь и начну строить свою жизнь с этих денег. Сколько стоит машина? Два миллиона четыреста. А сын живет с вашей невесткой? А не братья? Большин сын с ней живет, но они почему-то не спешат мне помогать. Поддерживают нейтралитет. До слез, конечно, обидно. Но вот почему они так со мной поступили, я не знаю. Для меня это до сих пор непонятно. Ваша честь, я с иском не согласна. Я вас пока что еще не спрашиваю, ответчица. Так, документы представьте, пожалуйста. Пожалуйста. Вот так мы и жили, вот девочка. То есть, брак расторгли. У вас сейчас нет места жительства, да? Он меня выписал. Правильно, сделал. Угу. А когда машину подарили? Сколько времени прошло? Два месяца назад. Два месяца назад? У вас все эти события за два месяца произошли? Да, вот так сложилось, к сожалению. Так изменилась моя судьба, и обстоятельства поменялись настолько кардинально, что вот теперь я вынуждена была обратиться в суд. Скажите, пожалуйста, а вот это имущество, эта машина, это брачное имущество? Вы вместе с мужем покупали? Да. Ну, скорее, даже муж мне покупал, поскольку мой заработок не позволял столь дорогостоящих. Ну, то есть, это в браке приобретено, да? И согласие мужа вы машину подарили? Да, я сама его уговаривала. Понятно. Ну, а что муж? А что муж? Муж вас выписал и не хочет помогать? Он не хочет общаться, не хочет меня видеть. А имущество совместное у вас какое-то было? Ну, было, но он сделал так, что у меня ничего нет. Ну, что значит, он так сделал? Ну, потому что он высокопоставленный чиновник, а я никто. И я не могу ничего сделать. Меня посадили перед фактом, выписали и оставили ни с чем. Бедная и несчастная. Так, ответчица, я слушаю вас. Ваша честь. С иском согласна? Нет, я с иском не согласна. А что вы стоите злобствовать-то, я не понимаю? Прошу прощения, Ваша честь. Вы не у меня просите прощения. Вам подарила свекровь машину. Все не так было, совсем не так. Вам не подарили машину? Вот у меня договор дарения передо мной. Это вот единственный оправданный факт. То, что есть договор дарения. Мне эта машина была подарена не жестом доброй воли, не потому что она ко мне хорошо относится, и не потому что она хотела со мной помириться, наладить отношения, а потому что я спалила ее на измене. И она мне этой машины рот хотела заткнуть. Это вот все. У меня подруга сдает квартиру посуточно. И как-то она мне позвонила и попросила забрать ключи. И вот когда я туда приехала, увидела вот эту даму у голубых кровей с каким-то гастарбайтером. Вы представляете, да, что такое? Почему обязательно он гастарбайтер? Да потому что он был не в пристойном виде, весь какой-то грязный, повсюду валялись какие-то носки. В дорожной жилетке, что ли? Да, кстати, роба была. Ой, ну хватит придумывать. Зачем это? Я ничего не придумываю. Куда ты это тащишь грязное белье? Кому это надо? В общем, мне эта машина нафиг была не нужна, если бы вот эта Дарсина... Ну если она вам не нужна, как вы выражаетесь, ну только отдайте обратно женщине. Она бы мне была не нужна, если бы она не подарила мне ее при свидетелях. Стоял свекор, стоял мой муж. И если бы я отказалась, мне бы задавали вопросы, на которых я не могу ответить, и у меня нет на них ответа. Какие вопросы? Потому что я могла бы сказать только правду о том, что она изменяет своему мужу. Зачем вам это нужно? Ну, хорошо, вы узнали. Я очень переживаю за своего свекра, которого, кстати, очень обожаю и люблю. Он вам тоже машину подарил? Они вместе, они совместно это делают. Как она сказала, что это совместный подарок. При всех. Но это было не так. Она мне хотела заткнуть рот за мое молчание. А свекор? А свекор ничего об этом не знал. Он только после узнал про эту квартиру. А она брехнула. От вас? Нет, не от меня. Он после узнал, и она брехнула на меня. То, что я якобы даю ей ключи, чтобы она там обедала. Она обед ходила из офиса. Ну, не бред ли? И что, свекор больше не хочет с вами общаться? Нет, я рассказала свекру правду. Все, как есть на самом деле. Я обещала молчать. Раз правду, раз правду рассказали, верните машину. Вам же машину за молчание подарили. Нет, подождите. Но есть соответствующая... Подождите. Возвращаясь тогда к этому вопросу, есть соответствующая статья. Разрешите, я зачитаю, потому что я не юрист. Вы полагаете, что я не знаю статьи какие-то? Неужели есть еще какие-то статьи где-то, которые я не знаю? Я не полагаю, что... Ну, читайте. Согласно статье 451, части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с этой статьей договор может быть расторгнут, если обстоятельства изменились настолько существенно и объективно, что даритель, первое, не мог их разумно предвидеть при всей степени осмотрительности, второе, в момент заключения договора исходили из того, что данные обстоятельства не наступят вовсе. И третье, изменение обстоятельств он никаким образом не мог избежать. Разве она не могла избежать этого? Разве она не могла предвидеть того, что ее муж узнает об этом, потребует развода и оставит ее без копейки? Могла. Просто мне нужно было т***аться, по квартирам ходить. Штраф на вас накладываю в размере одной тысячи рублей за неуважение к суду. Вот так вот бесконечно. Чего вы мне тут статьи-то зачитываете? Я наизусть это все знаю. Машину я не верну. Ну, если я напишу в решении, что вы обязаны вернуть машину, то вернете. Никуда не денетесь. Не вернете, значит, судебные приставы за ней придут. То есть вы считаете, что истец должна была предвидеть последствия, когда она дарила эту машину, да? Но вы почему-то связываете это все вот с этой изменой. Но закон-то говорит совершенно не об этом. Разница между юристом и неюристом заключается в том, что человек обычный, не юрист, он читает закон и видит в законе то, что он хочет видеть. А юрист толкует закон правильно и видит там именно то, что написано. Понимаете? Я понимаю, но ведь она делает осознанно. Там написано, что если бы истец могла разумно предвидеть, что она окажется в таком бедственном положении, то она бы вам машину не подарила. И это никак не может быть связано с тем, что ее уличат в измене или что-то еще. То есть у нее были деньги, у нее был достаток, у нее было все в порядке. Она подарила вам машину. Теперь у нее нет вот этого, этого и этого. И машины тоже нет. И она говорит, я в бедственном положении. Я хочу расторгнуть договор дарения, потому что мне не на что жить. Если бы я знала, что я окажусь в такой ситуации, я бы машину не подарила. Вот о чем говорит закон. Так она знала, что она окажется в такой ситуации. Она делала это осознанно. Откуда она знала? Ну как? Если бы ты рот не открыл, все бы было... Знаете, каждый человек, когда что-то скрывает, он уверен на сто процентов, что об этом никто никогда ничего не узнает. Пожалуйста, документы передайте. Ты могла бы помалкивать и меня доить потихоньку. Куда ты полезла? Потому что я не такая гадина, как ты. Ты больше мерзавка, чем я. А вы-то взяли и расшантажировали все. Я никогда тебя не расшантажировала. Враньем и шантажировали. Я никогда тебя не расшантажировала. Все удаляется для вынесения решений. Прошу всех встать. Далее в программе. Зачем вы провоцируете ее, а? Я провоцирую? Да, то, что она может уйти и все такое. Почему я провоцирую? Я ее спрашиваю, почему, если вас муж бьет, почему вы с ним живете? Что значит, я провоцирую? Провинциалка вышла замуж за москвича, а тот оказался садистом. Будет ли женщина терпеть унижение ради сытой жизни, узнаем в суде. И что ты получил? Ратуешься? Довольна? А ты довольна, я смотрю, очень. Чем? Прошу садиться. Знаем, что дурь такая. Оглашается решение суда. Суд принял решение иск о расторжении договора дарения машины в связи с существенным изменением обстоятельств оставить без удовлетворения. В соответствии со статьей 450 Гражданского кодекса Российской Федерации по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора одной стороной и в иных случаях предусмотренных законом и договором. А именно, согласно статье 451 Гражданского кодекса, существенные изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, являются основанием для его изменения и расторжения, если иной не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменения обстоятельств признаются существенными, когда они изменились настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще бы не был заключен. Либо был заключен на других условиях. В соответствии с статьей 577 Гражданского кодекса даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего обещание передать в будущем одаряемому вещь или право, либо освободить одаряемого от имущественной обязанности. Суд отмечает, что собранные по делу доказательства не указывают на наличие обстоятельств, достоверно свидетельствующих о существенном изменении обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора дарения автомобилей, которые могли бы послужить основанием для расторжения договора дарения. Договор дарения между сторонами подписывался не под условием. Довод истицы о том, что отсутствие в ее собственности недвижимости, отсутствие работы, не имеет правовой основы, истица осознавала природу сделки, ее предмет и последствия. Поэтому у суда нет оснований для расторжения договора дарения автомобиля. Понятно решение суда? Да. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Я очень расстроена тем, что вынес судья. Я не ожидала такого. И вот будет, наверное, и мне, и всем урок, что нельзя делать добро получать вот такое. Когда девочка из провинции приезжает в столицу, получает вот такие щедрые подарки и оказывается просто гненушкой. Это ужасно. А вот все потому, что не нужно изменять хорошему человеку. Я даже рада, что она осталась без всего. Ее муж уже третий месяц лежит в больнице. Постоянно попадает туда с инфарктами и инсультами. Вот до чего она его довела. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. То есть сами вы не хотите разбираться? Вы хотите, чтобы я с этим разбиралась? Отлично. Если вы не можете вернуть свои деньги... Вот тебе! Если семейный скандал вот-вот превратится в развод... Все! Развод и девичья фамилия! Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Человек обычный. Видит в законе то, что он хочет видеть. А юрист именно то, что написано. Это бесплатно. Истец просит расторгнуть брак с мужем, так как больше не может терпеть его издевательства. Ответчик на развод не согласен. Требует, чтобы супруга отозвала иск. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Да, здравствуйте. Я вас очень прошу расторгнуть этот брак, потому что это больше не может так продолжаться. Я очень сильно боюсь, что меня однажды муж просто забьет до смерти. Что? Что ты вообще рассказываешь такое? Я тебя хоть раз пальцем трогал. Он вас бьет? У нас постоянно насилие. Он абсолютно неадекватный человек. Мало того, что он может придраться просто за какую-то пылинку, за какую-то соринку маленькую в квартире, так у него еще паранойя. Он вообще не разрешает никого в дом, чтобы к нам приходил. Однажды я ему положила приборы, нож и вилку с разных наборов сервировочных. Так он меня избил просто впервые за это. Не избил, а сделал предупреждение. Но на самом деле это полностью кровью. Второй раз делаю вам предупреждение. У нас выступает истец. Это было буквально через полгода после нашей свадьбы. Ну и что вы сразу не ушли-то от него? Он сказал, что я изменюсь, что это ситуация. Я просто повернута, у меня бзик на чистоте, на том, что мне очень сильно важно. Нет, истец, так это не работает. Если мужчина один раз поднял руку, то это не последний раз. Это и был не последний раз. Однажды была ситуация, что он меня просто избил тоже до смерти из-за того, что я ему бокал недовытерла, и он нашел маленькую такую вот цариночку, и просто за это еще раз мне прилетело. И это было неоднократно. Вы вдвоем проживаете? Мы проживаем втроем вместе с его, с моей свекровью, вместе с его матерью. И сколько лет вы в браке? Мы три года в браке, делить нам нечего. Я совершенно ни на что не претендую. Мне ничего не нужно. Нет, детей у нас нет. А вы сейчас проживаете там? Да, сейчас проживаете. Ну, конечно, она на моей шее сидит, она проживает. А что вы не уйдете-то? Чемодан собрала и ушла. Да потому что я даже сейчас просто боюсь этого человека. То, что он сейчас в любой момент просто может на меня броситься. Он совершенно не меняет мне адеквата. Ваша честь, зачем вы провоцируете ее, а? Я провоцирую? Да, потому что она может уйти и все такое. Почему бы она ушла? Я ее спрашиваю, почему, если вас муж бьет, почему вы с ним живете? Что значит я провоцирую? Я ее не бью. Я ее вообще воспитал. Это вы мне сейчас расскажете чуть позже. Последняя капля была, это он меня просто избил до полусмерти резиновым сланцем. Просто резиновым сланцем меня избил, у меня было все в синяках. Руки, спина. Тебе не стыдно это брать, да? А вы ходили, скажите, вы ходили, снимали побои хоть раз? Нет. В полицию обращались, ответчик, штраф сейчас получите. Нет, я даже сюда боялась прийти, но просто так не может быть продолжаться. И поэтому это все, мне даже неприятно об этом говорить просто сейчас. В общем, вы просите развести вас. Да, я прошу, я требую развода. Понятно. Слушаем ответчика, согласны с иском о расторжении брака? Совершенно нет. Потому что я ее, можно сказать, породил. Вообще я ее нашел. В смысле? Потому что я ее нашел, я вообще в деревне, она провинциалка. И что? Вы вообще знаете, где находится Хабаровский край? Конечно. Ну вот она оттуда, представьте. И что? Я по работе туда летал вообще. И там с ней на корпоративе познакомился. Она сначала такая недотрога была, все такое. Но в итоге у меня язык подвешен, мы с ней заобщались. И в гостиницу со мной поехали. Ну полетите в Хабаровск, еще найдете кого-нибудь. Так я ее люблю. Я не собираюсь с ней разводиться. Это так любовь проявляется твоя. Ты вообще неблагодарная. Ты живешь на всем готовом. Со мной разговариваете? А? Со мной разговариваете. Вы же в суд пришли. Пожалуйста, я слушаю вас. Как собираетесь брак сохранять? Да как жили, так и будем жить. А как вы жили? Прекрасно мы жили. Ну, пожалуйста, я вас слушаю. Не трогал я ее никогда пальцем. Да, занимаюсь воспитанием. Никогда. Да, я занимаюсь ее воспитанием. Так же моя мама мне помогает. Потому что я хочу, чтобы моя жена была настоящей леди. Ну, отлично. Какая досталась, такая досталась. Что значит, я ее воспитываю? Ну, я ей все объясняю вообще. Посмотрите, я вообще за ней ухаживаю. Угощения, украшения. Она со мной мир повидала. Она же до этого вообще нигде не была. Она раньше работала на своей рыбопромысловой ферме. Помощника бухгалтера. От нее рыбой воняло. А сейчас посмотрите, какую куколку сделают с нее. И что вы хотите отсюда? Чтобы прекратилось вообще этот балаган. И чтобы мы дальше с ней проживали. Вы сейчас мой суд назвали балаганом? Нет, я... А мне кажется, да. Судебный пристав. Да? Да. Это какое-то представление просто. Потому что она чешет вообще какую-то ересь полнейшую. Я... Тем более мы проживаем вообще втроем. Вы как ее воспитываете-то? Расскажите мне про ваши методы воспитания. Может быть, я тоже повоспитываю кого-нибудь? Просто объясняю ее, рассказываю. А если она не понимает? Тогда, не знаю, повышенным тоном могу я сказать максимум. А если и так не понимает? Повторяю ее и все. Не трогая ее. Тогда я вся в гематомах дома нахожусь постоянно. Естественно, когда вы в гематомах, надо идти в травмпункт. И хотя бы зафиксировать эти гематомы. Так, потому что их и не было. У меня... Мы вообще проживаем втроем, да? Как известно, с моей мамой. Соответственно, как я мог бы избивать при своей матери свою жену? Не знаю. Сами представьте, такое вообще бывает где-нибудь. В моей семье такого никогда не было. Поверьте, что только не бывает. Мне тут такие истории рассказывают. Волосы дыбом встают. В роли свидетеля вызвать мою маму. Она уж вам и расскажет, и поведает. Мама, да. И все сейчас скроется, кто здесь. Пожалуйста, судебный пристав пригласите. Свидетели-ответчика, войдите. Представьтесь, пожалуйста. Черных Изольда Валентиновна. Что можете пояснить? По существу спора. Вот девушка подает в суд. Просит брак расторгнуть. Я так понимаю, что ответчик ваш сын. Да. Ваша честь, я понимаю об этом иске вот таким образом, что в иске надо отказать. Я не спрашиваю ваше мнение. Моя невестка. Я не спрашиваю ваше мнение. Меня интересуют обстоятельства. Как живут муж и жена? Вы проживаете тоже в этой квартире. Истец утверждает, что ответчик периодически ее избивает. Это оговор. И я хочу сказать, что невестка скрывает одно важное обстоятельство. Я чуть не знаю. Недавно, неделю назад, в ее шкафу, на полке, под нижним бельем, я обнаружила справку из женской консультации, что она беременна. Я прошу приобщить, пожалуйста, это дело. Это правда? Это уже не имеет никакого... А это не ваше... Почему я в этом доме вообще узнаю последний... Ответчик, что вы голос-то повышаете? Приобщите, пожалуйста, к делу. Вы свидетель, вы не имеете права просить приобщать документы. Документы имеют право приобщать стороны. Мне истец о своей беременности никаких заявлений не делала. Кроме того, в соответствии с законом, даже в случае беременности жена имеет право требовать развод. А вот муж не имеет право требовать развод. Поэтому мне ваша эта справка в материалах дела совершенно не нужна. Но это важное обстоятельство. Вы понимаете, что она задумала? Она сейчас разведется, родит ребенка, запишет на моего сына, и потом будет прекрасно поживать на алименты. У моего сына очень хороший доход. А вы что предлагаете? А я предлагаю не разводить. Остаться в браке, родить ребенка и проживать на деньги ответчика. Может, из нее что-то получится. Вы понимаете? Что из нее должно получиться? Леди. Сейчас я еще не рассказала. Я не ожидала, что сын из Хабаровского края привезет такую невесту. Но я не сопротивляла. Чем она вам нехороша-то? Ты молчи, вставших не перебивай. Почему все время мне... Отвечик, не делайте замечания, пожалуйста, в моем суде. Только я имею право делать здесь замечания. А еще имею право наложить на вас штраф за неуважение к суду. Извините. Проживают они уже три года. Когда он ее привез, это была деревня деревней. Она не умела одеваться. Говорила очень... Лексикон вообще позорный был. Меня сын попросил сделать у нее настоящую леди. И я три года выполняла эту задачу. Задачу выполняла, чтобы как-то облагородить ее. Я, как Генри Хиггинс из Бернарда Шоу пьесы «Пигмиллион», три года я обучала ее правилам этикета. Как правильно накрывать стол. Как правильно одеваться. Как правильно накладывать макияж. И вообще прилично себя в обществе. И вы видите, кое-что получилось из этой деревенской девочки. Но она неблагодарная. Она вместо того, чтобы благодарить за те условия, которые ей предоставлены, она моему сыну просто в душу нагадила. И обвиняет его сейчас в избиении. А он ее не бил? Он ее не бил. Никогда? Если иногда только за трещинку или щипок по попке ударит. По попке, да? Это уж когда она совсем тупит и не желает ничего делать. Она без тычка ничего не делает. Понимаете? То есть тычки все-таки имеются. Да, да. Я когда по попке стукнет или чего там, ради профилактики, слегка, как щипочек, что-то она сделает. И бить он ее не бил. Мой сын выше этого. Он не будет бить женщину. А что за история вот эта вот с шлепком, резиновым сланцем? А, с резиновым тапком, да. Ну, нашли тоже орудие истязания. Это сейчас уже не имеет никакого отношения. Тихо, не прививай мать. Это же не нож, не труба, не металлический пруд. Спасибо вам большое. Это резиновый тапочек. По попке несколько раз штукнул. Так ведь задела. Вы знаете, что она сотворила? Она без нашего ведома в нашу квартиру привела постороннего мужчину. Это не посторонний мужчина, это мой жених. Она бывшего в дом ко мне привела, в мой дом бывшего. Это как можно было додумываться вообще? Дайте мне договорить. Привела постороннего мужчину без нашего ведома. Я пришла, они сидят, воркуют, пьют чай с круассанами. Полная идиллия. Я, конечно, этого мужчину выгнала. Позвонила сыну, рассказала, в чем тут дело. Он приехал, конечно, распсиховался. И шлепнул ее сланцем. Он меня избил просто безумно сильно. Я не могла ни сидеть, ни сидеть, ни замуж. Это совершенно разные вещи. Шлепнуть и избить. А что за жених? Что значит, жених? Вы же замужем. Какой жених? Я совершила ошибку, да, я осознаюсь. Я до сих пор люблю этого мужчину. Я не хочу больше находиться с ним в браке. Ты меня должна любить. Абсолютно не имеет никакого значения, что и как произошло. И так получилось, что я беременна сейчас. И беременность подтвердилась от моего бывшего. Вы все же не провокируете. Виталий, не знаю, она опять провокирует. Видите, вот она все время провокирует. Вы же видите, ситуация такая происходит. Так, судебный пристав, пожалуйста, конвой вызываем. Вы видите, чем это все закончится? Уводим, уводим сейчас же. Сейчас вызываем полицию и решаем эти проблемы. Это провокатор. Вы видите, так больше не может продолжаться. Я вас очень прошу, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Я не хочу разбирать ребенка в таких условиях. Мне совершенно ничего от них не нужно. Я просто вас очень прошу, освободите меня из этого ужаса. Пускай они горят в аду. Суд удаляется для вынесения решений. Прошу всех встать. Суд вынес решение об удовлетворении иска. Брак между сторонами суд расторгает. Ответчик не заявил ходатайства о предоставлении срока для примирения. И, коль скоро ходатайство не было заявлено, суд, воспользуясь этим обстоятельством, брак расторгает. Значит, истица. Едьте домой, собирайте вещи и уезжайте из квартиры. Понятно? Дальше. Судебный пристав уже вызвал полицию. Соответственно, будет проведена проверка всех фактов, которые вы изложили. И то, что произошло сегодня в судебном заседании, учитывая, что здесь в зале суда имеется камера, это все тоже зафиксировано. Поэтому я думаю, что в скором времени вы будете навещать вашего сына в местах не столь отдаленных. А я уж потружусь, чтобы это случилось как можно быстрее. Дело закрыто. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить. Слава богу, это все закотилось. Просто наконец-то бог услышал мои молитвы. Я заберу ребенка, буду растить его в нормальных условиях со своим мужчиной, который поискреннюю, по-настоящему люблю. Я просто возмущена данным решением суда. Эта нахалка ворвалась в нашу семью, приехала из тву тараканьки, обвинила моего сына в избиении, когда он ее совсем и не бил. Просто щипала ее чуть-чуть. И теперь это все закончилось. Я не знаю, что будет с моим сыном. В любой ситуации соблюдайте спокойствие. Я кипю, ваша честь. У меня вот так вот все. Судебный прист, принесите огнетушитель. Изучайте закон, чтобы знать свои права. Он теперь требует, чтобы мы спали вместе. Я что, могу обязательно не стучаться в вашу спальню, что ли? Все нормы Семейного кодекса каждый день на нашем телеканале. Вы о своих правах 18 лет очень хорошо знаете. А про обязанности вы ничего не знаете. Дела судебные «Новые истории» с Еленой Кутиной. Вы единственный человек, который может мне помочь. Конечно, и неповторимый. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok